Добрый вечер дорогие друзья! Снова на канале НТВ Большой Футбол. Сегодня в воскресенье центральный матч 13-го тура, а возможно центральный матч вообще всего чемпионата. По крайней мере именно так его предвосхищали в прессе. Встречаются московские клубы Локомотив и Спартак. Два лидера на сегодняшний день чемпионата России. Спартак лидер абсолютный по наборным очкам, Локомотив лидер по потерянным. Сразу, поскольку уже началась игра, уже 25 секунд сыграно, сразу представлю вам составы команд. Начнем с московского Локомотива, скажем так, с претендента в сегодняшнем матче, который должен, по мнению многих, доказать свою состоятельность в борьбе за чемпионское звание. Итак, голкипер первый номер Руслан Нигматуллин, второй Алексей Арифулин, третий Юрий Дроздов, четвертый Евгений Харлачев, пятый Андрей Лаврик, шестой Игорь Чугайнов, седьмой Алексей Смертин, восьмой Игорь Черевченко, девятый Заза Джанашия, десятый номер Дмитрий Ласьков и одиннадцатый Альберт Саркисян. Главный тренер железнодорожников Юрий Семен. Но я думаю, что составы команд вам прекрасно знакомы, как Локомотива, так и Спартака, который выставил следующий основной состав на эту встречу. В воротах Александр Филимонов, первый номер, второй Юрий Ковтун, третий Дмитрий Хлистов, четвертый Илья Цымбаларь, пятый Эдуард Мор, шестой Дмитрий Ананко, седьмой Виктор Булатов, восьмой Валерий Кеченов, девятый Егор Титов, десятый Сергей Юран и одиннадцатый Андрей Тихонов. Главный тренер московского Спартака Олег Романцев. Полторы минуты сыграно в этом матче, пока ничья 0-0, естественно, и пока можно ожидать такой небольшой разведки со стороны команд, потому что, я думаю, то, что творилось в прессе накануне этой встречи, могло настроить игроков вот на такое спокойное начало игры, и каждый понимает прекрасно цену ошибки в таком матче, поэтому первые минуты постараются обе команды освоиться. Тем более, что погода очень неприятный сюрприз преподнесла. Духота страшная на стадионе Локомотив. После дождя солнце испарено от газона. Я думаю, что будет тяжело играть. Пытается Спартак по центру развить свою атаку, но пас Титова не доходит до адресата. Обслуживает сегодняшний матч рефери FIFA из Москвы Андрей Бутенко. Помогают ему Павел Гинзбург и Дмитрий Владимиров. Вся судейская бригада представляет столицу нашей страны, город Москву. И я тут же скажу, сообщу небольшой статистический факт. Бутенко не в первый раз обслуживает матчи Локомотива и Спартака. В пятый. Один раз он это делал еще в чемпионатах Советского Союза. В 91-м году тогда в ничью сыграли команды 1-1. И после этого трижды Бутенко работал на матчах уже первенства России. Дважды Спартак одержал победу. Еще один раз была ничья. Так что судья хорошо знаком командам. Ну и ваш комментатор сегодня на канале НТВ. Алексей Андронов со стадиона Локомотив. Естественно, перехватывает Спартак мяч. Попытка перевести его на правый фланг не получилась. Там очень хорошо сыграл Черевченко. И Локомотив приближается к штрафной Филимонова. Ну я не знаю, может быть солнце помешало сейчас Черевченко. Хотя вообще светит оно с другой стороны. Только когда поднимал он голову, мог встретить солнечные лучи в глаза. Но подача получилась очень плохой. И мяч далеко. О, ушел от того места, где были игроки Локомотива. Перехват. Вот это ошибки неприятные. Первые минуты. В панике в небольшой пребывает защита Спартака. Саркисян. Ответный такой навес. Черевченко слева. Неточную передачу сделал. Теперь Саркисян справа. Булатов с мячом продвигается в середине поля. Юран в традиционной своей манере принимает мяч спиной к воротам. И тут же очень жестко атакует его Алексей Арифулин. Бутенко показывает, можно играть. Ну я думаю, что Арифулин сейчас в центре поля. В общем не было необходимости в такой отбор идти. Просто, наверное, хочет показать сразу Юрану, что свободы у него сегодня не будет никакой. Защита Локомотива одна из сильнейших оборонительных линий вообще в российском чемпионате, если не абсолютно сильнейшая. И, конечно, очень трудно будет сегодня нападающим Спартака нагнетать обстановку у чужих ворот Филимонов. Это Ананка. Седьмой номер Виктор Булатов, игрок сборной России. Пытается Спартак закружить такую, ну я бы даже не назвал это каруселью на чужой половине поля. Просто организовать более-менее разумный перепас. И пока не получается это. До Ласькова мяч не дошел. Ну первые минуты 2-3, может быть, только посвятили команде разведки. Сейчас то, что происходит на поле, уже, конечно, разведкой не назовешь. Юран выбили у него мяч из-под ноги. Кофтон. И здесь Андрея Тихонова опередили. На левом фланге это тезка его Андрей Лаврик, белорусский легионер. Но на ваших экранах Руслан Нигматуллин, голкипер московского локомотива. Удар поворотом. Очень вовремя нам показали Нигматуллина. Странная ситуация сейчас возникла. Ни с того, ни с сего голевой момент. Посмотрите, неточная передача. Не уследил Рифуллин за происходящим. Но Юран, конечно, должен был немножко по-другому пробить. Это очень слабый удар. В такой ситуации нужно верхом, наверное, мяч посылать. Я думаю, что Юран тоже был не готов к такому подарку. Так или иначе, это первый опаснейший момент у ворот Нигматуллина. Подача углового. Промахивается Руслан на выходе. Пошел он на мяч, который отыграли защитники. Юран. Перевод мяча в центр. Успевает подставить ногу кто-то из игроков локомотива. И Хлестов стреляет даже не в направлении углового флажка, а так в сторону Бровки. Руслан Нигматуллин. Молодой голкипер, но очень-очень талантливый. Когда только начинал он свою карьеру, называли его вторым Досаевым. И перешел он потом в Спартак, но не сложилось там. Ну вот сообщение по стадиону, которое обрадовало болельщиков явно. В матче «Динамо-Зенит», который сейчас проходит на стадионе в Петровском парке. Счет открыт. 1-0. И впереди обладатель Кубка России. Санкт-Петербургский «Зенит». Ну, касательно других матчей, я не могу ручаться сейчас за точность информации, которая на есть. То есть, может быть, уже что-то изменилось. Удар по воротам. Очень хорошо. Голкиперы тоже сразу поучаствовали в игре. Это Алексей Смертин. Довольно простая была комбинация. Вышел на ударную позицию и хлестко так пробил. Это получше, чем у Юрана. Поопасней. Но сейчас закончится атака локомотива. И я скажу то, что известно о ходе других матчей 13-го тура. Подача. Филимонов забирает мяч в довольно жесткой борьбе. Так вот информация, которая была не так давно. Во всяком случае, «Сатурн» выигрывает у «Ротера» со счетом 1-0. Не скажу, что на своем поле, потому что матч в Москве проходит на стадионе «Торпеда». Отличился там Игорь Гаврилин. И в матче «Аване» у «Раван», который проходит в Володикавказе, ничья 1-1. Причем ввели в счете элистинцы. Но я думаю, что мои коллеги по ходу матча постараются донести до меня более свежую информацию о ходе других встреч. Юран. Нет. Я не думаю, что такие комбинации могут сегодня принести успех «Спартаку». Они легко читаемы. И... В бутерброд сразу взяли Булатова сейчас игроки «Локомотива». Тихонов. Забегание. Тихонов. Удар поворотом. Рассыпались как-то так защитники перед ним. Но я скажу, что пока линии защиты и той, и другой команды, в общем, являются худшими на поле. И там, и там проблемы. И у «Локомотива», и у «Спартака». Тихонов подает угловой. Идет девятая минута игры. 0-0. В матче «Локомотив» «Спартак». Подача низом. Перелетел мяч вообще через всю штрафную. Не часто такое увидишь. Ласьков. Но нужно сейчас немножко подержать мяч Ласькову. Не торопиться начинать атаку. Дать возможность прийти в себя и защитникам, и хавбекам. Ну и перестроиться как-то Зази Джанаши и Саркисяну, которые сегодня в большей степени линию атаки олицетворяют. Шесть последних игр между этими командами в чемпионатах России непременно заканчивались победами «Спартака». Ну а вот тот год, когда «Локомотиву» удалось обыграть «Спартак», причем дважды в 95-м году, 2-1 и 1-0. Тогда «Спартак» не стал чемпионом. Это был единственный год, когда «Москвичи» оказались не на первой строчке таблицы, а выиграл чемпионат «Аване». И то бьет поворотом Нигматулина. Браво! Молодой «Ротарь» «Локомотива». Серьез приходится ему вступать в игру с самых первых минут. Сейчас свободный удар разыгрывает «Локомотив», потому что было там положение вне игры. Но, в общем, это никакого значения не имеет. Нигматуллин играл не по свистку судья, а играл по удару Титова. И он должен был отбить этот мяч. Мор на своей половине поля. Булатов. Вот очень незаметно в последних матчах набрал форму Булатов. Об этом игроке мало писали в преддверии игры с «Локомотивом». Но сравнивали, например, центральные связки двух команд. И почему-то сравнивалась связка Титов-Цимбаларь с парой из «Локомотива» Ласьков-Смертин. Хотя, с моей точки зрения, здесь больше нужно говорить о Булатове, который в последних матчах стал одним из главных двигателей таких «Спартака». И сегодня тоже берет он очень много игру на себя. Много он с мячом. Работает прежде всего в организаторском начале атаки. Штрафной удар. Цимбаларь откатывает мяч. Удар поворотом. В броске Нигматуллин накрывает этот удар. Сегодня не играет у «Спартака» Василий Баранов. Белорусский футболист, который известен своими сильными дальними ударами. И забил он один из мячей в матче последнего тура. Ворота жемчужины. Почему не играет, информации нет. Во всяком случае, в списке травмированных его не было. Дисквалифицирован у «Спартака» совсем другой игрок. Вадим Евсеев. Видимо, что-то случилось буквально в последние дни с Василием Барановым. Вот то, о чем я говорил. После дождя поле в не лучшем таком состоянии находится. Светит на него солнце. И оно как бы раскисает немножко. Ну, представьте себе тесто, которое стоит в теплом месте. Удар поворотом. Лаврика. Мяч прокатывается. Мимо дальнего угла. Но Филимонов здесь четко контролировал ситуацию. Все прекрасно видел. Тепси. Генеральный спонсор чемпионата России по футболу. Титов. Цымбоварь. Цымбоварь немножко легковесный футболист по сравнению с Титовым и с Булатовым. Он побыстрее двигается. Без мяча он легче в игре. Но гораздо труднее набирает скорость с места с мячом. Особенно в условиях такого жесткого прессинга. Штрафной удар. 12 с половиной минут позади. И обозначилось некоторое преимущество Спартака. Прежде всего в том, что сейчас чемпионы России допускают меньше ошибок. И все время на ногах Юрий Семин. Штрафной удар. Это может быть опасно. Но Баранова нет. Есть Тихонов. Рядом здесь кофт. Он пристроился. Но вряд ли он конечно будет бить поворотом. Хотя. Кто знает, что Олег Романцев придумал в Тарасовке относительно стандартных положений. Лаврик ближе, чем стенка стоит к мячу. Андрей Бутенко наводит порядок. Правда со стенкой, а не с Лавриком. Тихонов разбегается. Удар поворотом. Гол. Спартак выходит вперед. 1-0. Я не скажу, что это шедевр исполнения штрафных. Тут конечно имела место и ошибка игроков Локомотива. Но Тихонов свою задачу выполнил великолепно. Обводящий удар низом. Мяч, по-моему, задел кого-то из игроков стоящих в стенке. Нигматуллин не успел переложить корпус. А не успел он, потому что смотрел в другую сторону в этот момент. Но очень трудно разобраться, задел мяч кого-то или нет. Тут я предлагаю нашим зрителям самим определить. Дело все в том, что так расположена комментаторская кабина на стадионе Локомотив, что солнце светит сейчас мне как раз во все мониторы. Поэтому ничего ровным счетом на них не видно. Ну, очень похож гол на тот, что забили нам чемпионы мира французы. В недавнем отборочном матче к чемпионату Европы 2000 года там отличился Эммануэль Петти. При соавторстве Сергея Симакат. Жанаша с мячом. 1-0. Спартак выигрывает. Сразу ставят так немножко Локомотив на место. Смертин не дадут ударить ему. Нет, нет, нет. Даже искать здесь возможность для удара бесполезно. Алексей Смертин забил красавец гол в последнем туре Зениту. Кстати, Локомотив там тоже проигрывал со счетом 0-1. Довольно долго. А в итоге победил. Пострахную! Рифулин сейчас выручил свою команду, потому что Юран видел, как движется мяч. И Юран так по-европейски сыграл. Он не пошел в борьбу с Рифулиным, а он наоборот отскочил в сторону и ждал мяч. Это школа именно такая европейского футбола рассудительного. Некоторые игроки Локомотива выделяли Юрана перед этим матчем, говоря дословно, что это очень опасный игрок, для которого нет секретов в футболе. И с этим можно согласиться сразу. Можно по-разному оценивать стиль игры Юрана, но секретов в футболе для него, конечно, нет уже. Титов, подача в штрафную. Успокоиться нужно игрокам Локомотива. Успокоиться. Потому что Спартак сейчас их переигрывает полностью. Булатов, Тихонов. Снова Булатов. Ой, не нужно было бить ему поворотом. Накрывали там защитники удар. Но атака продолжается. Удар поворотом. Это Валерий Кеченов и Юрий Семин Убровки. Руслан Нигматуллин начнет игру ударом от ворот. Ну, разыгрывает мяч с собственными защитниками. Вы знаете, этот матч можно в чем-то сравнить с боксерским поединком, когда действующий чемпион, обладатель трофеев и регалий, выходит на ринг против претендента. И вот Спартак как раз вышел на этот матч. Это уже видно. С той именно самодостаточностью, которая должна присутствовать в игре чемпиона или вообще в выступлениях чемпиона, если мы говорим о неигровых видах спорта. Локомотив пока по этим сыгранным 16 минутам, уже с лишним, не выглядит субстанцией равной Спартаку. Пока, во всяком случае. Хотя пресса писала и общая такая тональность была, что Локомотив сейчас посильнее смотрится. Ну, желтая карточка. Это уже второй такой подкат Арифулина в центральном круге. Андрей Бутенко известен как рефери, очень принципиальный. Слава у него грозит тренеров, потому что он их часто удаляет. Ну, и игрокам тоже не прощает. Грубой игры. Алексей Арифулин. Второй номер московского Локомотива. Первое предупреждение в сегодняшнем матче. 1-0. Напоминаю, Спартак выигрывает. И гол на счету лучшего бомбардира не только Спартака, но и всего чемпионата. Андрея Тихонова. И уже можно сказать, что не сбылся прогноз, который в газете «Спортэкспресс» дал на этот матч Алексей Спирин, председатель инспекторского комитета. Поставил он на счет 0-0. Этого уже не будет. Перед матчем я общался с Борисом Игнатьевым, тренером команды «Торпеда Зил» московской, которая выступает в первом дивизионе. Такую ошибку Филимонов допускает Ковтон. Вот так нужно было сразу мяч вводить в игру. Ну, а в недавнем прошлом Борис Игнатьев был тренером сборной России, поинтересовался его мнением относительно этой встречи. Игнатьев был лаконичен пятью буквами. Ответил «Ничья». И надо сказать, что именно такой исход является наиболее прогнозируемым среди специалистов. Что касается мнения болельщиков, опять-таки здесь можно сослаться на «Спортэкспресс», который теперь с помощью своей версии в интернете проводят опросы. Тысяча семь человек проголосовало за победу «Локомотива», тысяча восемнадцать за победу «Спартака». Ну и за ничью, на ничью поставили всего-навсего четыреста семь читателей самой нашей крупной спортивной газеты в интернете. Лачков. Атакует «Локомотив» левым флангом. Пытаются здесь футболисты побольше свободы обрести. Мало игры в центре у «Локомотива» пока. В основном все угрозы с флангов исходят. Поворотом Филимонова. Смертин, в общем, довольно активен. Ласьков тоже, но пока они в некоторой расфазе действуют. Не являют собой тандема. Каждый сам по себе. Баварь, Блатов, Титов. О, свободная зона-то какая! Кеченов. Пробит штрафной. Один финн, другой удар поворотом. Нигматуллин забирает мяч. Удаваясь передача Алексею Смертину в борьбе. Нос за наше четко очень играл. Защитник московского «Спартака». Ну, а эмоциональность Юрия Семина всем хорошо известна. На основании этого можно даже клипов создавать о футболе. А Романцев пока спокоен. Ну, он, в общем, всегда себя ведет куда спокойнее, нежели Юрий Семин. Это вообще один из самых эспансивных наставников в нашем футболе. Вызывает этот матч некоторый интерес и у... Ну, это традиция просто. Юрий Ковтун, желтая карточка. Следующий матч будет смотреть Ковтун с трибуны. Это у него четвертое предупреждение. Лидер нашего футбола по этому показателю. Так вот, вызывает этот матч интерес и у европейских специалистов. В частности, перед матчем я тут видел немецких скаутов. Не принадлежащих какой-то определенной команде. Просто разведчики. Такие добровольные. Которые, если кого-то увидят здесь интересного игрока, потом предложат клубам. Дмитрий Ласьков бил поворотом. Довольно далеко было. Мяч низом полетел. Селимонов все прекрасно видел. Забрал его. Ну и удалось мне даже пообщаться с представителями Бундеслиги. Открыли они секрет. На кого приехали смотреть? В Москву. Интересуют их два футболиста Локомотива. И один игрок Спартака. В Локомотиве речь идет именно о центральной связке Ласьков-Смертин. Что касается Спартака, то интерес, естественно, проявляется к Андрею Тихонову. Было бы странно, если бы это было не так. Тихонов блестящий пока сезон проводит. Ласьков с мячом. Смертин. Идет вперед. Лаврик. Стремляется вперед по правому флангу. Пас ему. Хофтон. Своей длинной ногой выбивает мяч за пределы поля. Выровнялась игра. Было преимущество у Спартака. И логичным итогом этого стал гол. Теперь абсолютно равный футбол идет. Лимонов. Судя на спине, у соперника буквально забирает мяч. Филимонов очень высокий голкипер. И, конечно, когда он рядом, очень трудно выиграть борьбу в воздухе. Ведь вратарь имеет преимущество еще и в виде поднятых рук. И к тому же Филимонов вратарь плотный по стати своей. Не такой легкий, как Руслан Нигматуллин. То есть физически его не особенно задавишь. Смертин идет приносить свои извинения. Жесткая игра идет. Но, естественно, все прекрасно понимают цену этого матча. Обе команды играют, естественно, на победу. Два лидера сегодняшнего российского футбола. Многие говорят о том, что ЦСКА также входит в круг претендентов на чемпионское звание. Ну, чуть-чуть, может быть, побледнее армейцы играют. Не случайно последнюю их игру с Сатурном Олег Долматов назвал самой плохой в нынешнем чемпионате. Немножко сырая игра у армейцев. У Локомотива и Спартака это завершенные команды со своим стилем, со своей игрой. Она может нравиться, она может не нравиться, но она есть. И эти команды, если мы говорим о европейском уровне, они как раз в нашем футболе и являют собой этот европейский уровень. Титов держал его руками Смертин. Поскольку это второе подряд нарушение, сейчас тоже может быть желтая карточка. Но нет, пока Бутенко разговаривает с Алексеем Смертиным, что-то ему говорит. Еще один штрафной. Вот, 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 как раз вот здесь прихватил рукой за футболку Егора Титова. Смертин Тихонов, три футболиста стенки. Разбег, подача. Ковтун! Хватается за голову Юрий Ковтун. Великолепная подача была и все. Правильно делал Ковтун. Не повезло, мяч разминулся с воротами. Ковтун умеет играть в воздухе. Другой вопрос, что не так часто это используют команды, в которых он выступает. Долго играл за московское Динамо, этот защитник. И был период, когда сразу три были очень высоких футболистов Динамо. Ковтун, Андрей Чернышев и Андрей Иванов. Самое удивительное, что имея таких высоких игроков, у Динамо не было практически комбинаций, ориентированных на завершение атаки ударом головой. Смертен. Спартак немножко прижимается к своей штрафной. И возникает разрыв здесь при обороне между двумя футболистами, которые впереди находятся, Юраном и Цимбаларем, и всеми остальными. Кеченов, Тихонов, свободен на правом фланге. Нужно ему отдать мяч. Титов пасует Юрану. Стенка не прошла. Тихонов разводит руки в стороны. Он был абсолютно один. И мог входить в штрафную. Лаврик за ним не успел. Мог возникнуть голевой момент. Саркисян. Ласьков. Ласькова прекрасный удар, но не с игры, а со стандартных положений по статичному мячу. Лаврик. Юран в подкате. Нечасто можно это увидеть. Ласьков далеко отпустил мяч. Но, тем не менее, Локомотив продолжает атаковать. Смертен пас в штрафную. Нет положения вне игры. Ну и удар по воротам. Телемонов на месте. Хороший футбол идет. В хорошем темпе. Самое главное, что атаки интересные получаются. Не вязнут команды в середине поля. На правом фланге свободен Кеченов. Заметил это Виктор Булатов. Забегание. Сколько уж раз твердили миру, что Спартак использует этот прием. И, тем не менее, постоянно он приводит к успеху. Очень мало команд, которые могут справиться с этим забеганием. Здесь очень четкая нужна игра защитников. Ну вот, я думаю, что вы слышали объявление по стадиону. Если нет, продублирую. Крылья Советов, Шинник 2-1. Нулевая ничья в матче локомотив Нижний Новгород-Россельмаш. Ну и я напомню, что Динамо проигрывает Зениту. Так же, как и в финале Кубка. Тихонов с мячом. Вот это еще одна характерная черта игры Спартака. И тоже всем прекрасно известная это смещение крайних полузащитников в среднюю зону. Кстати, так же играла сборная наша... Не в среднюю зону, в центральную. Так будет вернее говорить. Так же играла сборная в матче с французами и с исландцами. Там Карпин очень здорово исполнил этот прием, постоянно запутывая соперников. Здесь Тихонов. Показывает нам, как он умеет поперек поля рейда совершать. Ой, Лаврик на ровном месте ошибается. Юран. Блестяще! Но не удалось развить атаку тем темпом, которым она начиналась. И тем не менее, все равно это смотрелось очень красиво. Кеченов. Встречают команды Торпеда. И нам будет вознаграждаться. Булатов. Не удали там Соболарю, как следует нанести удар поворотом. Но продолжает Спартак владеть мячом. Правда, сейчас уже на своей половине поля. Торпедовцы в Лужниках выигрывают у Черноморца со счетом 1-0. Нет, не успевает Кеченов к мячу. Булатов не успевает. Мячу Кеченов как раз передачу выполнял. Немножко задохнулась уже атака. Но в таком темпе Спартак последние две минуты играл. И, конечно, вот этот пас Юрана в подкате, этим можно наслаждаться. Цимбоварь. Нарушение правил толкал Дмитрия Нанка за Зуджанаша. Два очень крепких таких игрока. Вот, давайте еще раз посмотрим, как Юран выполнил эту передачу. Это, я думаю, что школа Бундеслиги. Тем более, что там Юран выступал в не самых сильных командах. Бохум и Фортуна из Дюссельдорфа. Там как раз вот такие элементы игры, они очень ценятся. Пепси. Генеральный спонсор чемпионата России по футболу. 1-0. Спартак впереди. Матч с земляками, с соперниками из локомотива Лаврик. Джанаша. Нет, это Альберт Саркисян был. Но Ковт он очень четко сыграл, перехватил мяч. Саркисян тут предъявил какие-то претензии арбитру, но тут же включился дальше в игру. Это Кеченов по страфную, Юран. А вот сейчас не хватило агрессивности Юрану, и поэтому он не смог дойти даже до этого мяча Булатов. Нарушение правил. Спартак снова наращивает свою игру и... Снова у него преимущество. По-моему, что-то... не досчитали в тактике тренера и локомотива. Пока та модель, которую предлагает эта команда, не приносит успеха. Что-то нужно перестраивать. И абсолютно незаметен Харвачев. Такое впечатление, что нет его на поле. Длительное совещание. Как же не хватает сейчас Баранова Спартаку? Кто будет бить? Цымбоварь. Стенку попадает мяч. Булатов. Ну, игру Спартака мы с вами прекрасно все знаем, поэтому даже нет, наверное, смысла разбирать ее так сверхподробно с точки зрения тактики. Но есть одно новшество. Сегодня в четыре защитника играет Спартак, Ананка и Мор в центре. Я не скажу, что это игра в линию. Нет, Ананка играет переднего защитника. Мор в классическом такого либера. Ну, естественно, соперник такого ранга. И Спартак предусмотрел все варианты в защите. По флангам Ковтун и Плестов. Но середина поля в своем традиционнейшем исполнении. Титов, Булатов в центре. Пихонов слева, Кеченов справа. Впереди Цимбаларий Юран. Ну, в общем, Олег Романцев велосипед тут не изобрел. Он его еще раньше придумал. И велосипед очень неплохой. Вабрик. Арифулин. В общем, далеко играет от своих ворот Чугайна. Вот мимо него сейчас как раз пробежал Арифулин. Чугайна забивал. Довольно неплохо в последних матчах. И Аваней гол забил. Еще один мяч был на его счету. Аж в штрафную не хватило скорости. Зажив Джанаши. Я думаю, в курсе зрители нашей сегодняшней трансляции той ситуации, которая с заживой Джанаши вокруг него сейчас сложилась на родине, в Грузии. Желудая карточка Дроздову. И абсолютно правильно. Все по делу. Джанаши на последний сбор своей национальной команды почему-то отправился на машине из Москвы. Совершенно непонятно, что побудило его к этому. В итоге опоздал. И новый тренер сборной Грузии, Йохан Боскамп, голландец, сразу вошел в конфликт с форвардом Локомотива. Потом на тренировках были проблемы Джанаши. То он говорил, что он устал, что он потом потренируется. Боскамп терпеть этого не стал и отчислил этого футболиста из сборной. Успеха это грузинской команде не принесло. Но, впрочем, на нынешнем отборочном турнире и без Боскампа, и без Джанаши плохо играла Лаврик. Поймал на встречном движении Цимбаларя и продвинуться вперед удалось Лаврику. Но эта передача непонятно вообще кому была. Хрвачев сейчас передвинулся вперед, в большей степени в атаку, потому что Саркисян, по-моему, устал и занял место на правом фланге. Вот теперь забегание в исполнении футболистов Локомотива, а удар плохой. 35 минут позади. 1-0. Спартак впереди. 7 очков разделяют в таблице Спартак и Локомотив. 36 у Спартака, 29 у Локомотива, но на 2 очка по потерянным впереди железнодорожники. Были до начала этого матча. По тому, как складывается ситуация сейчас, уже впереди Спартак. Горюет Юрий Семин на камейке даже с моего комментаторского места, которое прямо напротив. У него было видно, что закрыл сейчас даже лицо руками тренер Локомотива. Но я думаю, в перерыве будут изменения. Возможно, и в составе. Кстати, назову вам запасных обеих команд, кого мы можем увидеть после перерыва на поле у Локомотива. Это голкипер Поляков, Пашинин, Аганисян, Маминов, Соломатин, Булыкин и Рындюк. Ну, Булыкин, я думаю, появится. Понадобится он команде. Тихонов, как словомист, там прошел сквозь флажок. Ну что, зачем пяткой отыграл мяч назад сейчас Тихонов? Вот не нужно, совершенно это не нужно. А? Альберто Томбо позавидовал бы такой войне с угловым флагом. Еще и сорвал его Тихонов. Сейчас мальчик там приводит порядок. Не знаю даже, как назвать это футбольный аксессуар. Юран с мячом. Пас не получается у него. У Спартака сегодня в запасе. Вратарь Сметанин, Робсон, Ширко, Ромащенко, Бузникин, Сосновский и Парфенов. Питов не хватило ему движения, чтобы успеть к этому мячу. По-моему, немножко... Локомотив начинает уставать к концу первого тайма. Уже не так свежо. Команда выглядит, как в начале матча. Здесь я не сравниваю игру с точки зрения того, что получается и что не получается у Локомотива. В начале тоже были неудачные фрагменты. Но сейчас уже не хватает и движения. А ведь команда Семина с точки зрения ПИС подготовки должна быть готова хорошо. Но посмотрите, какая свободная зона здесь у Ковтуна. Где Ласьков, где Лаврик? И это не единичный участок поля. Привязательно то же самое сейчас на противоположном фланге. Титов. Открылся Тихонов. Но нападающие сейчас пассивно играют у Спартака. Нарушение правил. Локомотив уезжает сейчас со своей базы в Баковке. Там начинается реконструкция. И оставшуюся часть этого сезона команда будет в Новогорске. Не думаю, что переезд так мог сказаться. На игре команды еще одно нарушение правил. Но Дроздов вообще рискует и до красной карточки так доиграться. Я уже говорил. Бутенк арбитр принципиальнейший. И не побоится он одну из команд оставить в численном меньшинстве. Сегодня, а пока, больше на это шансов у Локомотива. Я думаю, что Юрию Семину сейчас нужно позаботиться о том, чтобы счет вообще-то в первом тайме не вырос в пользу Спартака. Тогда после перерыва можно будет что-то изменить. Так что называется, гол зреет. Штрафной удар. Тут Тихонов уменьшается. Баларь, Юран, Булатов. Ковтун здесь. Два футболиста пристроились к стенке. С одной стороны. Пас. Ах, не до конца, видимо, отработана эта комбинация была. Или не все получилось так, как задумывалось. Это очень похоже было на то, что показали англичане на чемпионате мира. Аргентинцы, простите, на чемпионате мира в матче с англичанами. Тогда забил Хаверт Занетти, если мне не изменяет память. И вот тоже в результате такой комбинации. Но Кеченов не рискнул бить поворотом сейчас после паса Юрана. Титов, хороший удар, мог получиться у него. Но Титов, по-моему, прижал мяч к земле. Поэтому он так и попрыгал. Еще и в сторону ушел. О чем еще хочется сказать? Очень обидно, честно говоря, что на таком матче присутствует мало зрителей. Вот та трибуна, которая расположена справа от меня, так называемая желтая трибуна, она вообще только что не пустует. А такой матч мог бы вызвать аншлаг. Конечно, понятно, что дачный сезон, но, в общем-то, в воскресенье пора бы уже с дачи приехать, наверное. Блистов. Обидно, я думаю, что футболистам обидно играть при незаполненных до конца трибунах, тем более в такой игре. В общем, значимость этого матча мы все прекрасно понимаем. Поэтому, кстати говоря, телекомпания НТВ и переверстала свою программу. Ведь обычно мы транслируем матчи, начинающиеся с 16.30 по воскресеньям. Локомотив был против такого раннего начала игры, и можно его понять. Жарко. Может быть, зрители этим же руководствовались? Ну, не знаю, в общем. После матча, я думаю, что в интервью игроков обеих команд мы услышим эту тему. Трудом, но отобрали сейчас мяч. Железнодорожники очень медленно идет вперед Дроздов. Да, устает Локомотив. Действительно устает. Тихонов. 2-0. Торпеда впереди в игре с черноморцем. Заканчивается, кстати, сейчас матч на стадионе Динамо. Заканчивается матч во Владикавказе. И пока нет оттуда никаких сообщений. Значит, Динамо проигрывает. А что с матчем Алани-Уралан? Лаврик выбивает мяч за пределы поля. Ну, может быть, перекачали Локомотив. Не тренеры, перекачала пресса. Чего-то не хватает. Железнодорожникам. А Спартак спокойно, спокойно уже сейчас в свою игру играет. В удовольствие. Счет 1-0. Естественно, психологический фон великолепный у команды. Ну, вот изменение счета в матче с «Жемчужиной» ЦСКА. И изменение неожиданное. Сочинцы вышли вперед. Вы все это увидите в перерыве, потому что этот матч сегодня транслируется компанией НТВ+. Которая является дочерней по отношению к НТВ. И в перерыве мой коллега Георгий Черданцев все вам покажет и расскажет, что происходит в городе Сочи отнюдь не в темные ночи. Лишнее, наверное, подтверждение тому, что я говорил об игре ЦСКА. Сырая – это команда. Для того, чтобы сегодня называть ее главным претендентом на чемпионство. Контр-выпак Локомотива. Вот, пожалуй, это самое острое, что могло получиться. Нарушение правил. Кофтон удивлен. Подождем повтора. И опасный штрафной. Ну вот, давайте смотреть. Зазад Джанашия с мячом. Да, нарушение это было, и отсюда это хорошо видно. В ногу была игра. Я не буду критиковать Юрия Костуна. За это нарушение правил он сделал то, что мог. Ну что, вот шанс для Локомотива. И все там стыкачили на тренерской скамейке. Семин убровки, естественно. Весь штаб его. Тоже убровки. Далеко за пределами технической зоны. Штаб. Удар по воротам. Мяч ложится точно в травяной сектор за воротами. Дмитрий Ласьков. Главный специалист в Локомотиве по штрафным ударам. И что? Нет, этот свисток был не к окончанию еще первой половины матча. Вот сейчас истекли 45 минут. Но я думаю, минуту, может быть, добавил Андрей Бутенко. Вряд ли больше, потому что игра динамичная, и остановок мало в ней было. Тихонов рвется вперед Титов. Но Тихонову неудобно было ему пасовать. Юран. Юран не понял его игры. Булатов сейчас. Юран прокидывал мяч Булатову, а тот слишком быстро устремлялся вперед. Ну что там случилось? На газоне Черевченко и на газоне же Кечина. Юрий Семин идет к центральному кругу. Ну, нарушение правил со стороны игрока Спартака было, естественно. Похоже, что сам Кечина затравнировался. В этом сезоне уже был неприятный эпизод подобного рода у Валерия Кечинова, когда он нанес травму игроку новороссийского черноморца, жюри Кристиану Чуйсе, камерунцу. И тот до сих пор не играет. Ну, там откровенной какой-то грубости не было. Как и здесь. В общем, Кечинов мягкий игрок сам, много пострадавший от травм. Пытался просто сейчас в отбор пойти. Случилось это очень неудачно для него же самого. Покидает поле Кечинов. Но сейчас замены, конечно, не будет. Впереди перерыв. Разберутся там врачи и тренеры Спартака, что с Валерием сможет ли он продолжить этот матч. Ну, а заканчивается первый тайм с численным преимуществом московского локомотива. Лосков. Согласитесь, бросается в глаза то, что начинают брать паузы в движении футболиста локомотива. Подача. Юран бежит к судье. Ну, что там было? Лаврик. Пытался накрыть Спартак, выходящий из обороны. И делал это очень жестко. Если не сказать больше. Ну, что, совсем бы не хотелось. Это, чтобы матч был омрачен какими-то травматическими случаями. Хотя ценой такой игры являются не только очки и не только забитые мячи. Появляется на поле спецтехника. Реанимобиль такой. Ну, и что? Что дальше? Андрей Бутенко что-то выговаривает Альберту Саркисяну. Но Саркисян тут совершенно ни при чем. Там не он был, а Лаврик. Ну что? Уехала пустая машина. Булатов поднялся с газона. Газона. И Филимонов пробивает этот мяч. И вот здесь-то Андрей Бутенко дает свисток на перерыв. Первый тайм окончен. 1-0 в пользу московского Спартака. Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся на московский стадион «Локомотив». И через несколько мгновений начнем смотреть второй тайм матча 13-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком». После первой половины игры впереди чемпионы России. Шестикратный московский «Спартак». 1-0. Единственный гол этот забил Андрей Тихонов. Пока на поле только одна команда. И немножко даже удивительно. «Локомотив» вышел быстрее на поле, нежели «Спартак». «Спартак» почему-то задерживается в раздевалке. В центре поля вы видите «Зазу Джанаши» и Дмитрия Булыкина. Появился он на замену. И еще вышел Андрей Саламатин на замену. Сейчас будем разбираться. Вместо колонии появились на поле. Тем временем информация из Самары. Со счетом 4-2. Крылья Советов победили «Шинник». Ну вот, наконец, «Спартаковцы» появляются на поле. Ну вот, «Спартаковцы» появляются на поле. Бежит на свое место Александр Филимонов. И начну я с состава в команду. Итак, команда, которая сейчас выигрывает. Московский «Спартак» в воротах. «Филимонов» первый номер. Второй Юрий Ковтун. Третий Дмитрий Хлестов. Четвертый Илья Цымбаларь. Пятый Эдуард Мор. Шестой Дмитрий Ананко. Седьмой Виктор Булатов. Восьмой Валерий Кеченов. Девятый Егор Титов. Десятый Сергей Юран. И одиннадцатый автор единственного забитого мяча. Пока Андрей Тихонов. Лучший бомбардир чемпионата России. Хотелось бы сказать, но сделал у Владикавказиха три Георгия Демитрация. И на его счету также сейчас 10 мячей, как и у Андрея Тихонова. Состав «Локомотива». Первый номер голкипер Руслан Нигматуллин. Но я назову вам состав, в котором «Локомотив» играл в первом тайме. А сейчас разберемся, кто вышел на замену. Второй номер Алексей Рифулин. Третий Юрий Дроздов. Четвертый Евгений Харвачев. Пятый Андрей Лаврик. Шестой Игорь Чугайнов. Седьмой Алексей Смертин. Восьмой Игорь Черевченко. Девятый Заза Джанашия. Десятый Дмитрий Ласьков. И одиннадцатый Альберт Саркисян. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Главный тренер «Спартака» Олег Романцев. Судья рефери FIFA Андрей Бутенко. Помогают ему Павел Гинсбург и Дмитрий Владимиров. И ваш комментатор на канале НТВ Алексей Андронов. Информация из Сочи. Там сравнялся счет. В матче «Жемчужина» ЦСКА отличился Филипенков. Таким образом 1-1. «Спартак» с мячом. Ну, Булыкин активно включился в игру. Перед матчем его спросили, чем запомнились ему игры против «Спартака». В прошлом сезоне Булыкин сказал, что эту игру он не забудет никогда, потому что он вышел на замену, а через пять минут его сняли с игры. Еще одну замену сделал тогда «Локомотив», и Булыкин только лишь пять минут сыграл против «Спартака». Посмотрим сегодня, может быть, ему более удачно удастся выступить в этом матче. Тихонов с мячом. Титовым разыгрывает комбинацию. Титову не дали пройти вперед. Джанаши. Туркисян. Так, ну я не вижу Евгения Харвачева на поле. Заменили его. Тренер «Локомотива» Булыкин. Что? Что тут было? Аплодирует трибуны. Желтая карточка Дмитрию Булыкину за симуляцию. Ну что ж, да, я, конечно, не думаю, что сегодня сейчас заменит Дмитрия Булыкина, но начал ничего не скажешь. Очень удачно свое выступление в этом матче Булыкин. Но давайте посмотрим на повтор, что тут было. Ну, Морк коснулся рукой Булыкина, но, конечно, не настолько, чтобы рухнул Дмитрий на газон. Впрочем, я не буду обсуждать действия судьи. Андрей Бутенко хозяин на поле. Он решает, что ему назначать, что ему не назначать, кого предупреждать, кого нет. Работу его оценит инспектор Владимир Агапов. Оставим в покое судейскую тему, тем более, что она и так набила оскомину в каждом туре скандал. Такого никогда раньше не было. Дроздова и Харвачева заменили Соломатин и Булыкина. В составе Спартака появился Дмитрий Парфенов. И он заменил Кеченова, который получил травму в конце первого тайма. Так что Парфенов на не совсем привычном для себя месте правого полузащитника сейчас будет играть. Нигматуллин с мячом. Лаврик. Пока трудно понять, на что делал акцент в перерыве Юрий Семен. Булыкин. Нарушили правила в борьбе против него. Дмитрий Парфенов. Четвертая игра всего лишь в нынешнем сезоне для него. Были проблемы у Парфенова. Операцию удаления аппендицита пришлось ему перенести. По сути дела сезон для него только начинается. То же самое можно сказать о Мирославе Ромащенко, который пока в запасе сидит Таркисян. Подача в штрафную. Здесь нужно быть очень внимательным в защите Спартака, потому что Булыкин игрок высокий. Но у Спартака есть тоже высокий защитник. Сатурн выиграл у Ротора со счетом 1-0. Опасная атака Спартака, но у Булатова удар головой не получился. Ну что ж, продолжается кризис волгоградской команды. Продолжается ее деградация. Стремительная, неожиданная, может быть, для кого-то. Ротор, я думаю, можно уже не рассматривать как претендента на медали. Девятое место занимала команда перед этим туром. Седьмое, это уже поражение в сезоне. Когда у Ротора столько было? И большая семерка, о которой всегда говорилось, превратилась в большую шестерку. Просит подниматься из газона Андрея Бутенко, игрока локомотива. Взрыв, овации на стадионе. Но еще болельщики здесь не знают, что ЦСКА сравнял счет. Объявили только о том, что Жемчужина выигрывает 1-0. Мы знаем с вами уже 1-1 в Сочи. Я думаю, что вздох разочарования будет, когда это объявление сделает Диктор. Да, большая семерка трансформировалась в большую шестерку. Теперь из иногородних команд только Ования отстаивает честь российской футбольной провинции. В гордом одиночестве. С мячом Юран. Пас, удар поворотом. Ну что, Тихонов упускает великолепнейший момент. В подыгрыше опять хорошо сыграл Юран. Мастер голевых передач в нынешнем сезоне. И эта передача была голевой. Пусть мешал защитник. Тихонов, конечно, должен был забить. Ситуация эта, которая складывается неудивительно. По большому счету, в провинции очень трудно создать боеспособную команду. Тем более на долгий срок. Ротор давно практически в одном составе играет. Команда нисколько его не изменила перед этим сезоном. И поэтому, я думаю, что рассчитывать на очень успешное выступление с тем составом, который уже не принес, удача, наверное, была сложная. Ования экспериментирует. Все время состав меняется кардинально. И она наверху. Не на первом месте, конечно. И до первого места ей сейчас далеко. Стабильности нет еще в игре. Но она в группе лидеров расклинивает группу московских команд. Филимонов. Хлистов. Но вот это как раз лидер. Лидер чемпионата. И по количеству сыгранных матчей. Тут протоколе 15. И по количеству набранных очков. Титов, Цымбаларь. Очень хорошо сегодня играет Булатов. Очень мне нравится этот футболист. Огромную роль в атаках Спартака. Играет сегодня Хлистов. Можно пробить поворотом. Пару раз замахнулся Хлистов. Но потом, по-моему, испугался собственных намерений. Парфенов. Подача. И здесь Лаврик выбивает мяч. И штрафной. Локомотив работает вторым номером. Продолжает работать. И своей игры какой-то пока у команды нет. Но сейчас опять ничего не получится. Потому что Мор вовремя выбросился вперед. И мяч выбил со своей половины поля. Романцев встал со своего места. Что-то показывает игрокам. Очень контрастно одеты сегодня два тренера. Романцев свет. Вот она. Семен в темно. Ананка с мячом. 7 минут сыграна после перерыва. 1-0. Спартак впереди. Парфенов. Хороший, быстрый игрок. И может, кстати говоря, очень удачно сыграть на позиции правого хавбека. Потому что скоростью Парфенов обладает. Техникой тоже. Когда он только пришел в Спартак, кто-то на рот его обращал внимание. Говорил, ну что это такое? Как в карликовой березке в сосновом бару смотрелся Парфенов. В команде, но рост это не самое главное в футболе. В свое время Павел Садырин забраковал Георгия Димитрадзе. Даже не посмотрев на него. Просто узнав, какого роста этот форвард сказал, мне такие игроки не нужны. А сегодня Димитрадзе лучший бомбардер чемпионата России. И в прошлом году великолепно выступил. Джанаши. Не понимают друг друга пока. Джанаши и Булыкин. Ну, у Семина практически все время состав подвержен ротации. Даже несмотря на победную серию, о ней я еще не говорил. Девять матчей подряд не проигрывал Локомотив. Не то, что не проигрывал, в ничью даже не играл. Девять матчей подряд выиграл он. И почти ни разу команда не выступала одним и тем же составом. Все время одна-две позиции менялись. Вот Булыкин давно уже довольно выходит на замену только. Тихонов разорвал темп атаки. Но очень медлит, очень медлит чужой штрафной Тихонов. Так нельзя, конечно, играть. Отобрали у него мяч. В чем-то это напоминает ситуацию в Мюнхенской Баварии. Там тоже после каждого выигрышного матча в нынешнем сезоне Вот Мурхицель менял состав, но Локомотив это еще не Бавария, конечно же. Парфенов, забегание, не заметил его Парфенов, Цымбаварь. Булатов, Китов, удар по воротам. Браво Нигматуллин. Вы знаете, это пока лучший игрок в московском Локомотиве в этом матче. Несмотря на этот гол, который, конечно, является следствием ошибки Нигматулина. И вы, я думаю, это еще раз убедились в этом в перерыве. Посмотрев разбор полетов в исполнении Георгия Черданцева. Но Нигматуллин еще столько раз спас уже свою команду в этом матче, что, я думаю, заслуживает высокой оценки. Спартак пока почти на голову. Так уж, чтобы не обидеть железнодорожников, выше сегодня. Ананка. Такая свобода. Дмитрий Ананка так идет вперед. И это в матче, который может решить судьбу всего чемпионата. Ибо конкурентов других пока не видно. Ни ЦСКА, ни Торпеда, ни Динамо, ни Аваня пока не показывают ни игры той. Игра-то есть у этих команд, у некоторых из них. Здесь из Динамо, наверное, можно исключить из этого списка. У Торпеды тоже есть своя игра. Пусть и обвиняют команду в антифутболе. Нет, это просто модель такая у Виталии Шевченко. Она, может, тоже не нравится. Но это игра, это свой стиль, и он приносит результат. Торпеда шесть мячей всего пропустила. Но этих команд нет стабильности чемпионской, которая может позволить им бороться. Отдельные матчи великолепно проводят. Ну, та же Аваня. Громит Динамо. Пепси. Генеральный спонсор чемпионата России по футболу. Так вот, отдельные матчи великолепно проводят та же Аваня. Громит Динамо, громит крылья Советов на выезде. Потом проигрывает Черноморту. То же самое, в принципе, у ЦСКА и Торпеды. Та же ситуация. А вот Спартак и Локомотив стабильно в этом сезоне играют. Великолепный сейф Нигматулина. Очередной. Ну что, здесь селекционеры римского ВАЦИО, которые хотят пригласить Нигматулина в свою команду. Цымбоварь бил поворотом и спас Нигматулина Локомотив. Но я уже не хочу повторяться. В очередной раз спас. На ленточке. Подача. Вот то, о чем я говорил. С Нигматулиным так можно сыграть. А с Филимоновым очень трудно. Начинает спорить Нигматулина Юран. Был у них конфликт еще когда они в одной команде были. В Спартаке. В раздевалке тогда возникла неприятная ситуация. Я думаю, что точную правду о той истории знают, наверное, только участники конфликта. Но легенда гласит, что Юрану не понравилось обращение к нему. Этого форварда прозвище Барсик. Но вот как-то он был удивлен, что столь молодой партнер. Так, к нему обратился. 2-1 в матче торпеда Черноморец. Вот и сейчас. Возникла такая пикировка. Я думаю, что Нигматулина понять можно в этой ситуации. Соломатин. Подача на передний край штрафной. Я не знаю, что она может принести обостряющего в сегодняшнем футболе Юран. Ну вот то объявление, о котором я говорил. Свистом встречает его трибуны. Естественно, и поклонники «Локомотива», и поклонники «Спартака» желают ЦСКА потерять очки. Клистов. Титов. Может получиться хорошая контратака. «Локомотив» рассыпался на отдельные звенья. Сейчас на отдельные части. Титов. Темпа чуть-чуть не хватает. Цимбалай по страстную Тихонову. Положение вне игры. А момент был такой хороший. Но главное, чтобы сейчас «Спартак» не почувствовал излишней уверенности в собственных силах. Матч идет под его диктовку. В общем, пока контрыгры у «Локомотива» нет. И вот эта ситуация, она для «Спартака» опасна. Потому что счет скользкий. 1-0. Чувствуя, что соперник, в общем, ничего выдающегося не предлагает, москвичи могут немножечко сбавить темп. И в конце матча может наступить за это расплата. Смертин обходит несколько сразу защитников. Но это уже тут слишком многое захотел сразу Алексей Смертин. Титов с мячом. Мор атакует правым флангом. Титов переводит игру в центр. Тихонов свободен. Нужно быстрее делать передачу. Цымбоварь вместо этого устраивает танец на месте. Мор. Подача на дальний угол Воротарской. Нигматуллин в прыжке выбивает мяч. За пределы поля. Юрий Семин что-то активно обсуждает со своим помощником Владимиром Штрековым. Я думаю, что будет что. Локомотиву разобрать, уехав с Баковки в Новогорск. По итогам сегодняшней встречи. Смертин. Такое ощущение, что он уже в одиночку борется. И практически не открываются партнеры. Погас как-то Васьков. Парфенов удар по воротам. Минный мяч летит. Погас Васьков. Устал Джанаша. Устал Саркисян. Булыкин не очень удачно вошел в игру. И по сути дела Алексею Смертину приходится сейчас в одиночку толкать. Толкать этот локомотив в гору. Как бы ни стало это сизифовым трудом. Нигматуллин. Ананка. Хороший такой сконцентрированный Спартак играет. Приятный. Для глаза игра. Пас в штрафную. Здесь один защитник и два нападающих. За Наши. Будет большой глупость, если он станет сейчас симулировать. Нет. За Наши обыграл защитников и заработал угловой. Хотя по тому, как он получил мяч, было опасение, что сейчас начнет падать грузинский нападающий. Но Бутенко уже показал, насколько он принципиален в отношении симулянтов. Ласьков. Подача. Холестов выбивает мяч головой из штрафной. Соломатин. Дальних ударов не хватает. В том числе еще и московскому локомотиву. Вернее, не хватает, а их почти нет. Юран. Четыре человека в атаке. И такую передачу делает Юран. И все равно, все равно опасность продолжает. Нагнетаться у ворот Нигматулина Титов. Возьков. Это довольно странно, то, что сейчас сделал Эдуард Мор. Но Филимонов не к нему претензии предъявляет, а к другим игрокам. В общем, Филимонов выходил на этот мяч и по движениям уже собирался его забрать. Ну и Мор, перестраховавшись, выбил мяч на угловой. Парфенов. Юран. Острая была передача, но не прошла. Чугайнов прочитал этот маневр. Во втором тайме игра становится еще более быстрой, чем в первом. Вот, во всяком случае, резкой она более становится. Это точно. И я это могу связать только с тем, что солнце зашло за облака. Уже не так жарко, и сейчас, может быть, даже получше чувствуют себя футболисты, полегче им играть. Обмен атаками идет в прекрасном темпе. Флистов. Насколько я понял своих коллег, ЦСКА вышла вперед в матче с Жемчужиной. Отличился Алексей Савельев. 2-1 там. Ну что, еще один вздох разочарования мы услышим. Смертен с мячом, а игра остановлена, потому что против Ковтуна нарушены правила. Ну и что мы с вами уже имеем из тех матчей, которые закончились. Динамо очередное поражение потерпела. От «Зенита» на своем поле со счетом 0-1. Проблемы московского «Динамо» становятся почти хроническими. Замену делает Юрий Семин. Уходит с поля Альберт Царкисян. И появляется 15-й номер Владимир Маминов. Забил он тур назад. Очень красивый гол ударом через себя. Посмотрим, что сегодня сможет сделать Маминов. Так, очередное поражение «Динамо». Ну а «Зенит» потихоньку выбирается из нижних рядов турнирной таблицы. В общем, игра этой команды, конечно, не соответствует месту, которое она занимает. Это мы видели в прошлом туре в матче «Зенит» — «Локомотив». Очень интересная была игра. «Аланье» одержала победу. Но кого-то обойти в турнирной таблице ей не удастся, потому что «Аланье» и так была выше, чем «Динамо». «Торпеда» пока выигрывает. «ЦСКА» тоже выигрывает. Удар по воротам. Лецен Баварь. Быстро, как все сделали спартаковцы. Вот ничего не предвещало такого развития событий. Вот этот момент очень похож на гол, который забил Спартак в золотом матче в Санкт-Петербурге в ворот «Аланье». Удар по воротам. Один Цимбаларь головой. Когда он последний раз головой забивал? 2-0 впереди Спартак. Я, честно говоря, даже удивлен. «Локомотив» настолько сбалансированная команда и отлаженная. И такой провал. Провал недопустимый вообще для клуба высшего дивизиона, а не то, что для команды, которая за чемпионство объявляется и целью борьбу. Я думаю, что сегодня этот эпизод вы увидите на нашем канале еще раз. И в более подробном изложении в программе «Футбольный клуб представляет», где Владимир Маслаченко все разложит по полочкам. Кстати говоря, если мы говорим о матче «Спартак-Локомотив» или «Локомотив-Спартак», вообще об этой паре, то Маслаченко вратарь, который провел больше всего матчей. В этих встречах 19, 10 за «Локомотив» и 9 за «Спартак». Я думаю, с особыми сейчас чувствами смотрит эту встречу и, наверное, с приятными. Васьков с мячом. Смертен. Ну что, есть шанс у «Локомотива» спасти матч? Я, честно говоря, пока их не вижу. За наше. Вальсирует тут перед штрафной. Смертен. Удар поворотом. Мяч пролетает рядом со штангой. Едва ли это не самый опасный момент, который создал «Локомотив». 2-0. Впереди «Спартак». 14-я минута Андрей Тихонов. 66-я. На табло почему-то написано «Сергей Юра». Мор на газоне. Ну и пока тут медицинский штаб появился на поле. Продолжим о результатах матчей. О встречах «Динамо-Зенит» и «Алани Урован» я уже сказал. «Сатурн» одержал победу и ушел из группы аутсайдеров. Ушел с 15-го места, потому что крылья советов выиграли у «Шинника». «Шинник» теперь в зоне вылета располагается. Не знаем мы ничего о течении встречи «Локомотив» Нижний Новгород-Растельмаш. Была там ничья 0-0. «Торпеда» выигрывает у «Черноморца» 2-1. И с таким же счетом «ЦСКА» пока выигрывает в «Сочи» у «Жемчужины». Юрий Семин взяло печален. Так, ну все в порядке с Эдуардом Мором. Можно продолжать матч. Ковтон. Юран идет вперед, но скорости не хватает. Арифулин не самый быстрый защитник, но и Юран не самый быстрый нападающий. Очень сложно сейчас как-то комментировать игру этого футболиста, потому что если опираться на статистику, Юран великолепно проводит этот сезон. Но забивает, может быть, не так много, как хотели бы. Зато голевых передач массу уже отдал. С другой стороны, очень многие специалисты считают, что с такой игрой, как у сегодняшнего Юрана, в Европе делать нечего. Цимбаларь, подача в штрафную, и Матуллин забирает мяч. Действительно, есть минусы у Юрана. И скорости ему иногда не хватает. На стрики атаки он действует реже и не так ярко, как нужно. Но, с другой стороны, если все это компенсируется таким количеством голевых передач, то победителя, как известно, не судят. Желтая карточка Эдуарду Моро за снос Дмитрия Булыкина. Здесь, я думаю, что больший опыт, что ли, игровой, сказался. Булыкин пошел на пол, видя позицию защитника. Мор встречал лицо в лицо. Этого делать никогда нельзя. Нужно в полоборота работать. К нападающему, который идет на тебя, Мор расположился во фронт. И Булыкин тут же в лобовую атаку пошел. И, естественно, вынужден был сфалить защитник Спартака. Соломатин бьет головой поворотом. Мяч летит мимо. Соломатин один из самых важных мячей в своей карьере. И, может быть, даже самый запоминающийся пока для него забил именно Спартаку. Это было в 95-м году. Матч, который Локомотив выиграл 1-0. Я напомню, что последние шесть игр в чемпионатах России побеждал Спартак. 2-0 и 3-2 в 96-м. 3-1 и 4-2 в 97-м. Два раза по 2-0 в 98-м. Но не только чемпионатом ограничиваются счеты этих команд. Локомотив побеждал Спартака в финале Кубка. Юран с мячом. Не хватило уже сил Юрану для того, чтобы развернуться и по Стихону отдать. Подача. Нет, нет, нет. Пенальти не будет. Хоть Юран и лежит на газоне. Смертен. 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 Самый активный полевой игрок сегодня у Локомотива. Алексей Смертен. Ну вот, наконец, восстановлена справедливость. На табло появилась фамилия истинного автора гола Ильи Цымбаларя. Смертен. Смертен. Нашний футбол в исполнении чемпионов России напоминает игру ливеркузенского Байера. В чемпионате Германии. С точки зрения ритма игры, ее развития, Спартак очень и очень расчетливо действует. Забили два мяча, сейчас немножко спускают игру на тормозах. Сбавляют темп, но в то же самое время не оставляя сомнений, кто хозяин сегодня на поле. Цымбаларь, подача в штрафную. Там Робсон готовится выйти на замену. Ну а с мячом Тихонов. Продолжается атака Спартака. Юран. Отобрал у него мяч Арифулин. Пас вперед. Ну конечно, если Спартак выиграет, это еще не значит, что борьба за чемпионство завершилась. Есть второй круг. Как пройдет его команда Олега Романцева, никто не знает. Тем более, что осенью Спартаку участвует в Лиге чемпионов. И не с группового турнира, еще квалификацию предстоит играть. Титов с мячом. По-моему, он просто издевается уже над защитником Егор Титов. Завозил его. Итогом, правда, стал удар от ворот. Из команд, которые преследуют Спартак. Торпеда. Хороший календарь. Тем более, что свои матчи со Спартаком эта команда уже сыграла. Черевченко на газоне лежит. За пределами поля, поэтому игра не останавливается. Вот Робсон. Поэтому, быть может, во втором круге и вспыхнет интрига заново. Но сегодняшний матч меня, во всяком случае, не оставляет сомнений в том, кто у нас главный претендент на чемпионство. И, по сути, по-футбольному должен им стать. Ломатин. Ничья в Нижнем Новгороде в матче локомотив Нижний Новгород-Рассельмаш. Странная команда у Валерия Овчинникова с точки зрения результата. Ничья в Москве с Спартаком. Потом поражение дома от ЦСКА. Победа в Волгограде над Ротером. После этого ничья дома с Рассельмашем. Неужели там не было положения вне игры сейчас? Как-то даже, по-моему, игроки локомотива опешили. Ну что, зрители на стадионе этого еще не знают. А вам, естественно, сразу информация, как только она пришла. 2-2 в матче с Жемчужиной ЦСКА. Гагрича не отличился. Ну а Юран покидает поле под аплодисменты. Вместо него Луис Спирейра Робсон. Наш бразилец. Ласьков с мячом. Маминов. А вот теперь было положение вне игры. Оказался в нем Заза Джанаша. Теряет, конечно, немножко игра свою привлекательность. То есть ситуация, которая сейчас складывается на поле, уже вверхе не хотят, низы не могут. Робсон. Не знаю, станет ли для него счастливым 13-й номер. Но я думаю, что он более других игроков. Спартака из тех, кто сейчас на поле, конечно, хочет проявить себя. Команда свою задачу выполнила. Пока. Я не буду опережать события, потому что еще играть и играть. Еще 13 минут. Ну а Робсону. Робсону тоже перед ним стоит задача. Выйдя на замену. Он должен себя проявить. Конкуренция. Чугайнов. Не проходит подключение в атаку. Ничего сегодня не проходит у локомотива. И прогноз основной массы специалистов, среди которых был и Борис Игнатьев. О ничейном исходе этой игры пока не подтверждается. Булыкин. Пас назад. Удар поворотом. В штангу попадает мяч. А Филимонов уже отыгран был. Мамина. Сейчас защитники расслабились. Плотной игры не было, поэтому получилась такая атака у локомотива. Мог сейчас стать 2-1. А вот если это произойдет, игра может кардинально измениться. Потому что самоуспокоенность прослеживается в действиях Спартака. Еще 5 минут назад они просто сбавили темп. А вот сейчас. Стали. Жанаша. Наносит удар поворотом. Филимонов. Этот мяч забирает. Хлестов. Ну, нужно вернуть, конечно, сконцентрировать сейчас спартаковца. Иначе футбол такое дело, где одно неверное движение все может решить. Тихонов забегает ему за спину Титов. Тихонов наступил на мяч. Лаврик. Булатов. Робсон. Очень неожиданно и очень смело. И аплодирует трибуны. Пепси. Генеральный спонсор чемпионата России по футболу. Пришел сюда, на эту сторону поля. Сейчас Владимир Иштреков. Расположился здесь. Под моей комментаторской позицией. Я думаю, сейчас будет установка в игре. Мы, может быть, даже его с вами увидим. Пришел для того, чтобы сделать какие-то замечания футболистам, играющим на дальней от тренерской скамейки локомотива Бровки. Вообще, правилами это воспрещается. Тренеры должны находиться все-таки в пределах своей технической зоны. Ну, частая ситуация в нашем футболе, когда футболист, играющий далеко от тренеров, немножко себе позволяет расслабиться. Рассказывал в свое время об этом красочно очень Валентин Иванов. Торпеду у него был такой полугощитник Геннадий Гришин. Иванов всегда говорил, что Гришин на 100% отрабатывает только в том тайме, когда он играет на моей ближней Бровке. Нет, пошел назад. Эштреков и Лимонов вводят мяч в игру. И зрители немногочисленные. Аудитория не соответствует рангу этого матча. Зрители, естественно, скандируют «Спартак», «Спартак», потому что «Спартак» впереди со счетом 2-0. «Спарфенов» не достанет этот мяч даже в подкате. Чугайнов, Саламатин. Саламатин то по одной половине поля подключается в атаку, то по другой. Такое ощущение, что места, может быть, даже своего пока еще не нашел. Ну вот, не получил он мяч штрафной. А передача была неплохой в исполнении Смертина. Навес. Листов. Рыгбийный такой удар у Булыкина получился. Красноречиво. Ничего не скажешь. Не нужно комментировать действия Филимонова. Ну, мы видели, как он во время матча в Раменском учил Эдуарда Мора. Уму, разуму. Сейчас кому-то еще из защитников предъявлял претензии. Но все правильно, потому что при такой ситуации мы видели, что защитники начали допускать ошибки. Начали терять внимание. Вратарь их должен держать в тонусе. Это вполне естественно. Вообще, в той части вратарской игры, которая в области психологии лежит, Филимонов можно, наверное, сказать, что стал и большим мастером уже. Не дает он расслабиться. Защитникам управляет ими довольно умело. Цымбоварь с мячом. У самого угла поля. Жестко против него действует Соломатин. И что, в итоге штрафной удар. А зрители, я думаю, что это болельщики Локомотива, прежде всего, потихоньку начинают покидать поле. Да, конечно, удар по ногам был. Андрей Бутенко, кстати, очень хорошо отработал этот матч. Я думаю, что ни у одной стороны к нему претензий быть не должно. Сдержал игру все время в своих руках Бутенко. Не давал футболистам превзойти грань недопустимого. Хотя были опасные эпизоды с этой точки зрения. Ну, я повторяю, Бутенко пятый раз судит в матче Спартак-Локомотив. Хотя начинал он их судить еще тогда, когда железнодорожников называли пятым колесом в московском футболе. Я думаю, что опыт Бутенко, его авторитет помогли ему сегодня классно выступить. Парфенов 3-0 Апофеоз Апофеоз происходящего На кого, интересно, гол этот запишут? На Парфенова? Сомневаюсь, сомневаюсь. Потому что мяч летел мимо ворот. Удар был. Это была передача в штрафную в исполнении Дмитрия Парфенова. А кто тут подставил ногу из игроков Локомотива? По-моему, Черевченко. Ну, так очень сложно определить. Я повторюсь в том, что прямо в монитор светят. Номера даже не видно игрока, который сейчас срезал мяч в собственные ворота. 3-0 Спартак впереди. Ну что? Класс. И он есть класс. Он никуда не уходит. Да, после матча с Нижегородским Локомотивом может быть и были у кого-то сомнения в боеспособности на сегодняшний день Спартака. В его заряженности на борьбу. Ну, сегодняшней игрой команда снимает абсолютно все вопросы. И что? Еще, по-моему, не закончилось. Ничего. Титов с мячом. Нигматуллин уже стелется просто там в бросках. А команда почти на произвол судьбы оставила своего вратаря Булыкин. За нашей пас пяткой все закончилось. Да, Спартак оказался на порядок сильнее московского локомотива на порядок состоятельнее. Спартак реализовал свой план на игру. Да, в общем, здесь можно о чем угодно говорить в превосходной степени по отношению к шестикратным чемпионам России. Красная карточка Алексею Арифулину. Страфной удар. Ну что? Тут, наверное, даже нет смысла о чем-то говорить. Посмотрим, какие последствия будут у этого поражения для локомотива. Поражение больно, обидно и может ударить по команде не только в этом матче, но и сломать что-то в ее игре следующим играм. Единственный футболист, который с моей точки зрения не заслужил упреков сегодня это Руслан Нигматуллин. Несмотря на то, что первый гол это плод его ошибки. Тихонов раздвигается, удар поворотом, значит, пролетает мимо верхнего угла. Около трех минут, наверное, остается до окончания этой встречи. 3-0. Спартак выигрывает, набирает 39 очков, уничтожает преимущество локомотива по очкам потерянным. Ну что здесь? Еще одна золотая карточка Лаврик. Не выдерживает нервы уже железнодорожников. Вот это нарушение совершенно не нужно никому было. Если Пола Рифулина еще как-то можно оправдать, там была опасная ситуация. Там по центру шел к воротам Самбоварь, то здесь чуть ли не в ногах у Олега Романцева никакой необходимости борцовским приемом опрокидывать пятого не было. тренер-победитель на наших экранах уже наверное думает о следующем матче. Потому что с этой игрой все ясно. Булатов конечно было своедливо если будущий гол забил, потому что Булатов великолепную игру провел. Титов пас назад, Хлистов, удар по воротам! как же красиво все это было! И Филимонов тут тоже зарабатывает свои аплодисменты выходя из штрафной и далеко за ее пределами сыграв головой Робсон поднимает флажок Лайнсмен положение вне игры. Ну а мы смотрим еще раз эту великолепную атаку и как здесь Нигматуллин среагировал. Я думаю что по этой игре она может стать решающей в пока проявляемом интересе к Руслану Нигматуллину. Но один игрок покинул уже Локомотив Сергей Гуренко стал футболистом Ромы. И нельзя как-то сказать чтобы сегодняшнее поражение было следствием отъезда Гуренко. Нет. В общем Локомотив спокойно отреагировал на это событие. Юрий Фемин сказал что ему есть кем заменить Гуренко. Ну вот кем заменит Нигматуллина это большой вопрос. Поднимались в прошлом годы слухи о том что Сергей Овчинников может вернуться из португальской Бенфики. И вот сейчас ситуация складывается так что это действительно реальный вариант. В Бенфике новый тренер немец Юб Ханкес. Туда пришел новый вратарь немец Роберт Энке. Для тех кто хоть чуть-чуть знаком с немецким футболом и с нравами его для них ясно. При всех прочих равных играть будет Энке. У Овчинникова не будет даже той равной и честной борьбы которая была у него с придомом. Тренер немец и вратарь немец ну все понятно если Энке только сам не испортит чего-нибудь в перекладину попадает Тихонов Спартак разрывает просто уже на части Локомотив Нигматуллин стоит у штанги стоит и уже с таким видом оскорбленным я бы даже сказал немножко смотрит на то что творится на поле сейчас еще одно нарушение правил опять Лаврик так что если Нигматуллин все-таки уедет возможно именно в этом направлении поведет работу Локомотив потому что Овчинников конечно не нашел себя в Бенфике несмотря на долгосрочный контракт он не стал там лидером команды не стал даже основным четко вратарем а в Локомотиве у него было все заканчивается матч заканчивается он поведой Спартака со счетом 3-0 Андрей Тихонов Илья Цымбаларь и формально во всяком случае третий гол записан на счет Дмитрия Фарфенова полный разгром Локомотива Спартак подтверждает свой класс и опять становится лидером чемпионата по всем возможным позициям с вами был Алексей Андронов наша трансляция окончена до встречи на футболе на канале НТВ Титов Цымбаларь Цымбаларь немножко легковесный футболист по сравнению с Титовым и с Булатовым он побыстрее двигается без мяча он легче в игре но гораздо труднее набирает скорость с места с мячом особенно в условиях такого жесткого прессинга штрафной удар 12 с половиной минут позади и обозначилось некоторое преимущество Спартака прежде всего в том что сейчас чемпионы России допускают меньше ошибок и все время на ногах Юрий Семин штрафной удар это может быть опасно но Баранова нет есть Тихонов рядом здесь кофт он пристроился но вряд ли он конечно будет бить поворотом хотя кто знает что Олег Романцев придумал в Тарасовке относительно стандартных положений Лаврик ближе чем стенка стоит к мячу Андрей Бутенко наводит порядок правда со стенкой а не с Лавриком Тихонов разбегается удар поворотом гол Спартак выходит вперед 1-0 я не скажу что это шедевр исполнения штрафных тут конечно имела место и ошибка игроков Локомотива но Тихонов свою задачу выполнил великолепно обводящий удар низом мяч по-моему задел кого-то из игроков стоящих в стенке Нигматуллин не успел переложить корпус а не успел он потому что смотрел в другую сторону в этот момент но очень трудно разобраться задел мяч кого-то или нет кого-то обойти в турнирной таблице ей не удастся потому что Алани и так была выше чем Динамо торпеда пока выигрывает ЦСКА тоже выигрывает удар поворотом нет имбоварь быстро как все сделали спартаковцы но ничего не предвещало такого развития событий вот этот момент очень похож на гол который забил спартак в золотом матче в Санкт-Петербурге в ворота Авани удар по воротам гол ну когда-нибудь это должно было закончиться везение и мастерство Нигматулина они не беспредельны сейчас будет повтор я не побоюсь этого слова бездарная игра защиты по отношению к собственному вратарю она просто выглядит ну извините за такое слово как подставка посмотрите сколько защитников здесь и один цимбоварь головой когда он последний раз головой забивал помогли ему сегодня классно выступить Парфенов 3-0 апофеоз апофеоз происходящего на кого интересный гол этот запишут на Парфенова сомневаюсь сомневаюсь потому что мяч летел мимо ворот это не удар был это была передача в штрафную в исполнении Дмитрия Парфенова а кто тут подставил ногу из игроков локомотива по-моему Черевченко ну так очень сложно определить я повторюсь супер матч локомотив Москва Спартак Москва на стадионе железнодорожников Черкизове конечно же позаботились тренеры команд о том чтобы все наличные силы были полной боевой готовности ну и конечно же поломали себе голову над тем какой же состав выставить на эту игру я имею ввиду Юрий Семен и Олега Романцев и так локомотив Ник Батулин первый и далее по порядку Арифулин Дроздов Харлачев Лаврик Чугайнов Смертин Черевченко Джанаш Лосков Сарпетян Юрий Семен главный тренер Спартак Филимонов Ковтун Хлистов Цимбаларь Мор Ананка Булатов Кечен Цитов Дюран Тихонов Олег Романцев главный тренер и судила встречу бригада арбитров Москвы во главе Андреем Бутенко Ну и если возвращаться к матчу с чисто эмоциональной позиции то Спартак быстренько очень охладил железнодорожников которые решили взять спартаковцев на испуг и таким мощным напором и вот то что мы сейчас видим это является конечным продуктом быстрого восстановления в своих правах спартаковцев и они стали сквозь и рядом один за одним создавать моменты у ворот Виг Матулина и тот как вы видите безукоризненно работал во многих эпизодах в которых пришлось ему участвовать иногда это выглядело очень эффектно не всегда оправданно но вот такая легкость мысли и действий конечно же голкипера подкупала и создавала естественно ему определенный настрой и разумеется уверенность но всегда ли это приводит к успеху вот смотрите удар Тихонова зачем-то делает движение Ниг Матулина справа теряет митки игры теряет момент удара закрытый своими игроками и в конечном счете как ему вначале показалось что мяч кого-то задел чуть-чуть изменил направление но вот при повторах мы видим что мяч как летел так и летел в итоге спартак открыл счет и повел 1-0 потом игра стала переходить рамки даже той называемой так называемой жесткой игры и вот Алексей Арикулин схлопотал желтую карточку не случайно мы акцентируем на этом внимание потому что потом будет вторая и удаление скорости а спартак продолжает терзать как мы видим оборону но не остаются в долгу и железнодорожники при случае при поддержке прежде всего линии халпеков нападающие команды локомотив старается все-таки каким-то образом потревожить голкипера Филимонова но тот стоит четко точно защищает свои ворота вот еще одна попытка железнодорожнику пробиться штраф 0 она ему дается следует куда по ротам Филимонов точно выбирает позицию набирает скорость игрок локомотива приходит в центр и сейчас должен был нанести удар по воротам но тут перед ним вырастает Ковтун и Джанаши летит сальто Мортале невероятным на землю Ковтун схлопотал желтую карточку к этому мы уже привыкли но слава богу второй не было и удаление тоже и так первый тайм локомотив проигрывает 0-1 Спартак во втором тайме продолжает наращивать мощь атак очень активен Тихонов который стремится во что бы то ни стал не только гол забить но и тем самым укрепит свое лидирующее положение в споре бомбардиров вот ему мяч точно отдает Юран присущим ему стиле но Тихонов идет выше ворот еще одна атака Спартаковцев удар в дальний угол сейчас прекрасно работает Нигматуллин забирает намертво мяч и снова Спартак идет вперед еще один удар ну и здесь уже великолепную реакцию опять демонстрирует Нигматуллин все это очень красиво эффектно смотрится еще раз подчеркиваю это все очень легко красиво подкупающее но всегда ли это опять таки надежно даже вот в этом случае прекрасно работает сейчас Нигматуллин на перехвате демонстрирует нам прекрасную технику и опять таки я не случайно задаю вопрос за этой легкой подкрывается на та самая стопроцентная надежность увы не всегда она обнаруживается мы видели это в первом забитом мяче и вскоре мы убедимся в том что это же происходит и тогда когда Спартак вторично добивается сперва Нигматуллину надо было обязательно бить мяч только одной рукой откуда это взялась техника двумя кулаками и вот посмотрите двумя кулаками никогда далеко не отобьешь вот он это делает только в итоге попадает мяч прям на голову и тот спокойненько отправляет мяч в ворота по торгам броске Нигматуллину не в состоянии помочь своей команде и мяч оказывается в сетке 2-0 впереди Спартак и вот тут наступает момент локомотива один за другим возникают действительно опасные моменты у ворот московского Спартака смотрите вот первый вот второй сейчас будет еще третий будет удар в штангу я даже позволил себе подумать о том что Спартак несколько расслабился в связи с тем что повел уже в счете 2-0 и к тому же игра ему дается играет Спартак размашисто комбинационно демонстрируя и технику обводки и точную игру в пас но тем не менее локомотив похватившись воспользовался тем что Спартак немножечко снизил обороты и вот создал несколько подряд как мы видим опасных ситуаций ворот Килимонова и прямо скажем не везло Железнодорожников вот даже в этом эпизоде Джанаси действительно должен был забивать но попал прямо в руки Килимона вышел Робсона на нос удар поворотом издали лима спешит Нигма Турин чувствовал вот в тех моментах что команда вроде бы нашла свою игру но это было не долго но вскоре последовал удар Парфенова удачнейшим образом вошедшего в игру и его удар Черевченко перехватил изменим направление полета реча мяч оказался в сетке ворот 3-0 еще одна попытка забить его предпринятая Тихона вновь Нигма Тулин великолепно играет в том случае и в этом и короче говоря Нигма Тулин в том самый момент когда надо было выручить увы к сожалению ему это не удалось Алексей Арифулин в очередной раз нарушает правила получает вторую желтую капочку и покидает поле следует удар со штрафного мяч летит выше Спартак как говорится уже в этом матче выше все что хочет то и делает еще один удар долевой момент но спасает реакция опять Нигма Тулин оборота Локомотива и Спартак все таки побеждает 3-0 а мог победить и с более крупным счетом вот так классно сыграли красно-белые в этом матче в матче лидеров Спартак лучше готов был психологически отсюда и игровое преимущество в очередной раз команда показала чемпионский характер слаженность стремление атаковать и забивать и хорошую физическую подготовку Локомотив как и в предыдущем матче с Зенитом играл осторожно стараясь поймать соперника на контратагах но Спартак не Зенит с ним играть не в полную силу и ждать подарков вряд ли разумно в общем чемпион имел громадные преимущества выиграл с крупным счетом даже не верилось что железнодорожники мечтают о золотых медалях похоже их устраивает награда из другого металла Локомотив был плохо готов физически отсюда много нарушений целый букет желтый карточек и в конце удаление Арифурия вот давайте посмотрим как Спартак атаковал и по флангам и по центру поля первый гол забил Тихонов со штрафного непонятно было что делала Стенка как реагировал на удар Тихонова Нигма Тулин вообще он сыграл прекрасно если бы не он счет мог быть и более крупным вот смотрите какие мячи он отбивает Тихонов забил свой десятый мяч а это Цимбалар бьет с лета в верхний угол вот так был забит второй ночь розыгрыш у голового неудачно играет Черевченко головой и Цимбалар обыгрывает и защитников и вратаря защитники сыграли здесь крайне неудачно 2-0 Спартак выигрывает а потом была пятиминутка железнодорожников Спартак как-то успокоился и несколько атак провели футболисты локомотива однажды даже мяч попал в штангу и Булыкина и Джанаши и другие игроки старались изменить счет но хорошо играл и вратарь Спартака Филимонов третий мяч забил Черевченко в собственные ворота после передачи Парфенова 3-0 еще раз подчеркнул что вынуждены были железнодорожники часто нарушать правила и в конце игры вот даже остались десятерон но четвертого глаза этих не увидели 3-0 это хорошая победа над главным конкурентом и теперь у Спартака паровозик облачка Даль бежит Островок твоей любви Край, волшебный край С моих желаний Пускаться весном Край, далекий край Где над тобою Встретит любовь Любовь Встретит любовь Ты спеши за царями Ты спеши через дым Снежные ты спеши Робкими желаниями Спеши с весными надеждами Край, волшебный край С моих желаний Сказок весном Край, далекий край Где над тобою Встретит любовь Любовь Встретит любовь Встретит любовь Встретит любовь Субтитры создавал DimaTorzok